Здравствуйте, друзья! И здравствуйте, все наши уважаемые товарищи! Сегодня, в нашем очередном, уже двадцать девятом, Уроке, я продолжу рассказывать вам о жизни наших далёких и не очень далёких Предков. Но сначала скажу ещё несколько слов о Ясне. Вот, Слава Богу, не умерла наша Русская Ясна. Не умерла. Жива она, Слава Богу. Есть у нас ещё глухие таёжные места, где не растаял вековой снег Русского Духа. Есть ещё в России Матушки Медвежьи Углы, где в покое выспался наш Русский Медведь. Есть на Белом Свете ещё места, где помнят Ясну, где её изучают и где её передают тем, кто будет её хранить и развивать дальше. Знания о Ясне сохранились не только в глухих закоулках нашей Большой Страны, но и в других Странах. Правда, и там тоже, в глухих и тихих закоулках. Там помнят не только свою Ясну, свои Яшты и свои Язаты, но и нашу Русскую Ясну. Вот так получилось. Некоторые сообщества людей в разных странах вместе со своими собственными Учениями сохранили и наше Учение. Так происходит потому, что в этих особенных Сообществах принято хранить решительно всё, что попадает в руки. На всякий случай. Вот мы с вами сейчас и есть такой случай. Сидим, учим и изучаем свою Ясну. А людям, хранящим и развивающим чужое, нам можно не удивляться. В настоящее время многие русские люди понаписали множество и множество книг о Фэншуе, о Суджоке, о Йоге, о Карате, о Вуду и ещё Бог знает о чём. Русские люди перевели на русский язык много вредных антиславянских, антирусских книг и достали из них на свет Божий много всяких чёрных учений – учений чуждых и нашему духу, и нашей душе. Получается, все эти русские люди являются хранителями чужих учений, созданных не в нашей стране, не нашими предками и вовсе не для нас. Правда, сделали они это не от хорошей жизни. Так наша жизнь последнее время сложилась, что им позарез до отчаяния нужно было что-то продавать. И за неимением лучшего, в таком виде они продавали свою неуверенность в своём настоящем и своём будущем. Все эти их учения есть их крик СОС – Спасите наши души! А то мы продолжим всё это писать, продолжим писать, ничего другого нам не остаётся. Некоторые наши люди, на базе чужих, чуждых нам во зрении учений, создали учения свои собственные – авторские учения. Учения, несовместимые со всей нашей историей и жизнью. Они создали настоящую отраву, которую можно слушать только в противогазе. Для следования многим чужим учениям мы не годимся просто физически и физиологически. Мы по-другому скроены, по-другому сделаны, по-другому собраны. У нас другие природные реакции на различные воздействия – на тело и на душу. Мы по-другому дышим, и мы сделаны другой едой. И мы ведь знаем, например, что японцы и вьетнамцы не пьют коровье молоко – оно для них почти яд. Молоко не пьют, вы представляете? А мы его пьём да пьём, едим да едим – от с детства и до самой старости. Вот так же дело обстоит и с учениями и норовоучениями. Что русскому – здоровье, то немцу – смерть. И наоборот. Ясно сейчас противостоит не только страшному Винегрету из чужих учений, не только всяческим причудам городских умников и развесистой, и на бывальщине, но и официальной науке. О Винегрете и о Бубниках – не сейчас. А вот о науке скажу следующее. Наука есть и религия, и наука есть вид протестантизма. Наука есть крайнее течение в европейском протестантизме. И, сильно забегая вперёд, скажу даже так – наука есть протестантский Собор. Собор не в смысле здания, конечно, а в смысле системы взглядов на устройство мира и устройство жизни на Земле. Должно быть, дорогие друзья, вам странно это слышать. Всё-таки наука и религия, и религия – это ведь две противоположности, две противопоставленности. Ведь многие-многие науковцы, и даже, можно сказать, почти все науковцы – это убеждённые атеисты. Здесь скажу следующее. Атеизм, не веря в любых Богов и вера в человека, есть другое, крайнее течение в европейском протестантизме. Атеизм – тоже вид протестантства. То есть и наука, и атеизм есть религия. То есть и наука, и атеизм есть ре-лингвия или анти-лингвия. То есть они есть анти-язычество. Значит протестантство, протестантизм – это протест против нашего языка. И значит наука – это протест против ясны. Хотят они того или не хотят, но учёные-лингвисты, занимающиеся наукой о языке, протестуют против языка, который они изучают и протестуют против самого устройства языка. Так получается, наука изучает объект, во многом изучая своё представление о нём. По-другому сказать, наука изучает объект, изучая отцвет от него. Ясно – это другой способ знания. Ясно – есть Храм, а Храм – есть Язык. Ясно – есть Храм, которому противостоит Собор Науки. А теперь, дорогие друзья, по делу. … В нашем прошлом, двадцать восьмом уроке, мы остановились на том, что человек жил-жил на низком берегу реки… Жил-жил-поживал… И со временем подружился здесь со многими Животными. Сейчас всех этих дружественных человеку Животных мы называем Домашними Животными. … Ещё мы с вами говорили о том, что человек приручил не только многих Животных, но и многие-многие растения. И главное – он приручил несколько растений Колосовых – пшеницу, Рожь, Ячмень, Овёс и Проса. … Но вместе с тем, человек продолжал и продолжает по сей день ходить на Охоту. … Конечно, остались ещё Животные, которые так и остались Животными Дикими. И многие-многие растения тоже так и не стали Растениями Домашними. … Но человеку, так получается, время от времени нужны и Они. Человеку нужна Охота… … И вот интересно здесь то, что мы все говорим – Я пошёл на Охоту… Не В Охоту, заметьте, дорогие друзья, а НА Охоту… То есть, не В, а НА… … Значит, мы Охотой называем нечто, на что можно пойти. И стало быть, мы Охотой называем нечто, почему можно ходить. … То есть, раз на Охоту можно пойти, значит, по ней, по Охоте можно и ходить… Вот так? Можно так подумать, что можно ходить по Охоте… Пришёл на Охоту и ходи по ней в Сласть… Но нет… Здесь мы с вами встречаемся с Особенностями Русского Языка… И здесь мы встречаемся с Ясной… Дело в том, что на Охоту пойти можно… Но по ней ходить не получится… Разве что на лодке… Так получается потому, что Исходной Охотой называется не какая-то земля… Не какой-то лес или поле… А так называются… Называются так воды реки, которые примыкают к её Низкому Берегу… Слово Охота есть русское слово… Другое чтение этого слова, как не покажется вам, уважаемые друзья, странным и невозможным, есть слово Озеро… Озером, или по-другому Охотой, исходно по-русски называется Речной Залив со стороны её Низкого Берега… Такой залив обычно мелководен… А получается такой залив, как правило, тогда, когда река делает Поворот и при этом отворачивается от Низкого Берега… Но… Но в самом общем смысле… Озером, или Охотой, исходно и по-русски называется Вся Вода Реки со стороны её Низкого Берега… Вся Вода… На любом протяжении реки… Вот так, уважаемые друзья… Вода Реки со стороны Низкого Берега по-русски называется Озером… А то, что мы сейчас называем Озером, сначала называлось Круговым Озером, или Замкнутым Озером… То есть, у Озера вокруг него, как бы везде, Низкий Берег… А сам Низкий Берег Реки, как вы, я думаю, помните с нашего прошлого урока, называется Пойма… Таким образом, повторю и подытожу… Низкий Берег Реки называется Пойма… А Вода Реки со стороны Низкого Берега, то есть, со стороны Поймы, называется Озеро… Или, по-другому, Охота… Пойма Реки, как вы все, надеюсь, помните, весной и осенью водами Реки затапливается… А называются эти Затопления Весенним или Осенним Половодьем… Иногда Пойма затапливается, можно сказать, и незапланированно… И такие Потопы на Пойме называются Паводками… Получается, со стороны Поймы, Воды Реки, есть Цепь Озер… В Озерах вода спокойная и неглубокая… Дно Озер часто зарастает Камышом и Осотом… Если не считать Ямы да Ухабы, то Почва здесь уходит под воду медленно… Потихоньку… Мало-помалу… И не забывайте, уважаемые друзья, пожалуйста, о каких именно Озерах сейчас идёт речь… Пойти на Охоту означает пойти на Озеро… Но не плавать, конечно… Дело в том, что если смотреть на Пойму со стороны Воды… То получается, Пойма находится над Водой… То есть, она находится как бы на Воде… А значит, она находится на Озере… Или по-другому на Охоте… Значит, если Вы идёте по Пойме Реки… Значит, Вы находитесь на Охоте… Получается, для того, чтобы пойти на Охоту, нужно прийти в Пойму Реки… Вода – это Охота… А Пойма – это На Охоте… Интересно, что Рыбалка находится здесь же, в Пойме Реки… Припойменная Вода Реки называется не только Озером или Охотой… Она же ещё называется Рыбалка… То есть, пойти на Рыбалку есть то же самое, что Пойти на Охоту… Пойти на Рыбалку означает Пойти на Рыбную Охоту… Находиться и на Рыбалке, и на Охоте означает находиться в одном и том же месте, в Пойме Реки… Вода – это Охота или Рыбалка… А Пойма Реки – это и на Охоте, и на Рыбалке… Кстати, множество Рек имеют названия, которые происходят от слова Охота… Например, несколько Рек с названием Ухта на севере Европейской части России… Или, например, Реки Ахтуба, Ахтыл, Ахтырка, Охта или Охотка… Или Река Охота на Дальнем Востоке, на севере Хабаровского края… Правда, Наука почему-то считает, что название Реки Охота – это не русское название… Что эту Реку так назвали не моряки и казаки, пришедшие в эти места, а местное население… Местное население вроде бы как упростило это слово слово Акат… И на их языке означает просто Река… Но слово Охота в русском языке тоже означает просто Река… Правда, только с одного её берега… Река Охота впадает в Охотское море… Она так называется оттого, что она во многих местах лесиста и неглубока… И на ней просто прекрасные Рыбалка и Охота… Здесь происходит Нерест Красной Рыбы и Нерест Осетров… Ну что может быть прекрасней такой Рыбалки? Рыба прямо меж рук плавает и сама тебе в руки прыгает… Впадает Река Охота в море… Тоже неглубокое… И это море называется Охотское море… Но у Охотского моря есть одно очень интересное название под название… Местные моряки Рыболовного флота называют своё море Охотоморка… Там говорят, что слово Охотоморка – это такое сленговое словечко Рыбаков… Но на самом деле название Охотское море можно понимать как Озёрское море… То есть Охотское море есть Озеро-море или Море-озеро, пригодное для Рыбалки… А слово Охотоморка можно понимать как Озероморка… И скорее всего так его называют за то, что оно в некоторых местах мелкое, как Озеро… Но во многих местах это море довольно глубоко… Охотское море море, как Море… Вот такое у нас есть Рыбная морка-моречка… О слове Море мы обязательно скоро поговорим… А сейчас о Воде… Вода – русское слово. Слово Вода есть сильное сокращение исходной основы. По правилам сокращений, начало слова сократилось в букву Ижица, а его конец сократился в букву Д. В русском языке буква Ижица в одну сторону читается как буква В, а в другую как Н. Исходно в слове Вода первой буквой является не В, а Ижица. Поэтому слово Вода в обратную сторону читается как Дон. Вода на языках некоторых народов так и есть – Дон. Но часто букву Ижица и в ту и в другую сторону читают и как букву И, и как букву В, и как букву Н. Мы об этой особенности буквы Ижица часто говорим. Вода – сложное слово. Перед первой буквой в нём ещё есть и слабочитаемые буквы, которые в современном письме не пишутся и в современном чтении не произносится. Таким образом, слово Дон есть сокращение слова Донть, которое можно записать как Донть, а прочитать это слово можно как Довть или Доить. Если Ижицу разложить, то слово Донть может быть в виде Доишть. То есть слово Дождь происходит от слова Вода. Слова Дождь и Вода есть слова одного Извода. Не стану я сейчас вас, уважаемые друзья, грузить Изводами и просто скажу. Со словом Вода в одном Изводе состоят русские слова Дон, Дождь, Плавать, Нырять, Невод, Двигать, Двина, Волга и Итиль и нерусские слова Вассер, Ватер и Фарватер. Теперь о слове Половодье. Слово Половодье состоит из двух слов Поле и Вода. Объединяют эти слова в одно слов соединительной буква О. Я уже говорил, что если идти от Воды, то за поймы Реки следует Поле. Поле есть первая сухая земля. Поля тянутся вдоль поймы Реки. Значение слова Поле есть Открытость или Простор. Другие чтения слова Поле есть слова Поуле и примерно Поу-Джа. Сейчас слово Поу-Джа стало произноситься как Пуще. Слово Поу-Джа писалось раньше с буквой Дж, которой сейчас в нашей Азбуке нет. Но которая раньше в нём была и которая стояла вслед за буквой Д в составе круга ясной так называемых Лунных Букв. Буква Дж осталась только в Западных Языках. А в Русском Языке она везде заменилась либо на букву Д, либо на букву Л. Вот так, дорогие товарищи. Слово Поле и Пуще есть разные чтения одного и того же написанного слова. Это одно и то же. Конечно, от слова Пуще происходят слова Пускать и Отпускать. Эти слова, как вы понимаете, связаны с понятиями Воля и Свобода. А старой формой слова Пускать было слово Пущать. Во времена Весеннего и Осеннего Разливов Воды Реки затапливают всю её пойму и вплотную подходят к Полю. А иногда при очень большой Воде они затапливают и даже Поле. Поэтому Половодье – это затопление Поймы Реки. И это подход Воды к самому Полю. По-другому Половодье называется Водопольем. Да, в этом слове слова Поле и Вода стоят в другом порядке. Но правильно и исходно – Половодье. Здесь вторая часть слова Водье есть Нашествие Воды или Покрытие Водой. Иногда Половодье бывает большим и даже очень большим. И тогда Вода затопляет и Пойму и уходит от Поймы на Поля. Большая Вода Половодья или Паводка, затопившая и Пойму и Поля, по-русски называется Пучина. Другими словами, Весной Река вспучивается и во время Разлива Пучина накрывает не только всю Пойму, но и накрывает окружающие Поля. Слово Пучина – одного из Вода со словами Пуч, Пучить, Пузырь и Пена. Мы к этому слову Пучина будет в случае ещё вернёмся. Если смотреть на Поля с Воды Реки, то за Поймой и за Полями начинаются Кусты, Заросли, Одиночные Деревья и Небольшие Лески-Перелески. А за этими Кустами-Перелесками – Лес. Настоящий Лес. Вот так. Природа от Полосы Реки так и отходит – Полосой, 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 отползает Полосами. Кстати, всякий, кто ползёт, оставляет за собой след – Полосу. И слово Полоса – одного из Вода со словами Ползать и Лазать. Здесь, дорогие друзья, нам нужно немного передохнуть. Сейчас нам для ясности предстоит внимательно ещё раз пройти, проползти по всем природным зонам, по всем Полосам – от самой воды и до самого Леса. И мы оставим на этих Полосах Природы свой След, свою Полосу, Полосу Понимания Жизни. Поставим на них свою Печать. Итак, начнём с Вод Реки. Вся Низкая Сторона Реки со стороны её Низкого Берега называется Озеро. В Тихие Заводи на этой стороне есть Цепь Озёр. Всё Озеро Реки можно назвать её Озёрной Полосой. Или по-другому всю эту Полосу можно назвать Полосой Охотной. Затем Пойма. Полоса Поймы идёт вдоль Воды. То есть, она идёт вдоль Озера или вдоль Охоты. И эта Полоса Поймы затопляется во время Разливов. За Пойменной Полосой следует Полоса Полей. Граница между Поймой Реки и Полями, как правило, хорошо видна. Она часто приметна. Хорошо видно, докуда доходит в Разливах Вода. И Поля иногда тоже затопляются. За Полями идёт Полоса Редколесья. На Низком Берегу Реки Лес начинает расти только поодаль от её Вод. Многие виды деревьев не хотят вырастать там, где часто приходится оказываться в Воде. Редколесья – это кустарники, одиночные деревья или их небольшие группки. А за этой Полосой уже настоящий Лес. Вот так. Вот такие у нас есть природные Полосы. И такова их природная последовательность. И печать наша на них такова. Озёра. Пойма. Поля. Редколесья. Лес. – Что это за Редколесье такое, спросите вы? – Да это Роща. Редколесье есть Роща. Рощей называется Редкий Лес. Перед Лесом Густым. Можно сказать, что Лес начинается с Рощи. Буква Р, с которой начинается слово Роща, есть очень часто используемая в нашем языке буква. Но в наших разных русских словах происхождение этой буквы разное. Например, в некоторых словах буква Р есть соединение двух букв – буквы Дж и буквы Ку. Сейчас в нашем языке их обеих нет. Не осталось у нас в Азбуке ни той, ни другой. В латинском языке они обе остались. И во всех западных языках тоже. Эти буквы есть Дж и Кю. Буква Дж у нас перешла в букву И, Д или Ж. А буква Кю в старом языке либо заменилась буквами К или Г, либо она перешла в букву Фита, которая во многих словах стала читаться как буква О, Ф или Т. Поэтому на писании буквы Р у нас есть палочка Дж плюс кружочек, а в латыни палочка Дж плюс буква Кю. Поэтому, например, русские слова КУСТ и РОСТ есть одно и то же слово. И слова КУЩА и РОЩА тоже. Правда, иногда в латинских языках эти палочка и кружочек тоже соединяются. Но они соединяются не в букву Р, а в латинскую букву Б. Просто кружок пониже. И тогда у итальянцев, например, получается не РОЩА, а БОЩА. РОЩА по-итальянски есть БОСКА или БОЩЕТТО или БОЩЕТТО. У французов РОЩА БУШЕ, а у немцев и англичан БУШ. БУШЕМ сейчас называется Австралийская РОЩА, ещё так называется РОЩА в Новой Зеландии. Есть БУШЕ и в Южной Африке. И немного похожа на БУШ – Африканская Саванна. Теперь печать у нас получится такой – Озёра, Пойма, Поля, Роща, Лес. Получилось красиво. Получилось складно. Вот теперь можно немного рассказать о том, как селились люди в природных полосах. Свои дома люди ставили на земле в полосе Леса. Можно сказать, они ставили свои дома на краю Леса или в самом начале Леса. А перед домом, в сторону реки, они устраивали себе дворы и хозяйства. И цепь этих дворов тянулась в полосе Редколесья, то есть в полосе Рощ. И цепь дворов собой эту полосу Рощ замещала. За полосой дворов в сторону реки идут Поля, а там дальше за Полями – Пойма. И ещё дальше – Вода. Между Полями и Дворами жители прокладывали особую дорогу, которая называется – Околица. По Околице можно ходить вдоль села от одного двора до другого. Или, можно сказать, по Околице вдоль дворов можно гулять. И, конечно, конечно, дорогие друзья, не всё так гладко, как я рассказываю, не всё так ровно с этими полосами получается и у Природы, и у Людей. На самом деле, бывает, эти полосы друг с другом смыкаются, друг друга перекрывают, и бывает они даже смешиваются, перемешиваются. Все эти природные полосы достаточно условны. Например, Поле может глубоко вклиниться в оборону Леса. И Лес далеко отойдёт от реки. Напротив, заросли кустов и лесок могут из рощи выйти в Поле, и иногда они даже спускаются в пойму реки. Такой заскочивший в Поле лесок-рощица называется Гай. И вот оно, это непонятное слово Гай. Слово Гай сейчас понимают очень плохо. Для многих оно вообще слово какое-то загадочное. Многие плохо понимают, в какой такой Гай парень хоть на хвалыночку зазывает девушку Великой Украинской Песни Ничьяка Месячна. Сейчас я немного вам, уважаемые друзья, это поясню. Для этого… Давайте пройдёмся по полям ещё раз. На селе дома вдоль реки ставят так, что если смотреть из дома на реку, то сначала глаза выходят из дома во двор, в котором содержатся все домашние животные, и в котором у человека всегда куча дел. Дворовые ворота всегда выходят в сторону поля, в сторону реки, в сторону выпаса. И у всех так. Получается, ворота всех дворов обращены в сторону полей и в сторону реки. И они стоят в общий ряд. Сразу за воротами находится дорога, которая называется Околица. Ворота всех дворов стоят вдоль Околицы. Или, можно сказать, Околица идёт вдоль сельских дворов. Околица – это дорога, которая отделяет подряд стоящие дворы села от полей. Околицей, дорога Околица, так называется оттого, что она идёт вдоль Калит. А слово Калита есть старое русское название Ворот. То есть, Ворота и Калита есть одно и то же. Слово Калита раньше писалось через Ижицу. И если слово Калита читать через Ижицу, то получится Каиджита. Слово Каиджита или Каиджита имеет отношение к слову Ходить. Эти слова одного извода. Слово Каиджита можно прочитать Каэлита, и отсюда Калита или Калита. Кстати, у нас по сей день слово Ворота также в одних выражениях звучит как Ворота, а в других как Ворота. Рядом с Воротами Калитами всегда находится Калитка. Калитка есть Маленькие Калита, или Маленькие Калита. А сразу за Околицей – Поле. Как правило, Поле является для всех Дворов, для всех Хозяйств общим выпасом. Скот и другие обитатели Дворов утром выгоняют в Поле, и вся Дворовая Живность, вся их компания гуляет там с такими же компаниями соседей до самого вечера. Если Животным нужно попить, они все идут к воде. А все Гуси и Утки у воды уже там. Они с самого утра там плещутся и проводят там всё своё время. Пока Скотина и Птица гуляют в Полях, во Дворах идёт работа по очистке и устройству их жилищ. Работы во Дворе всегда не в проворот. Особенно, если всякой Живности в нём проживает много. Во Дворе, что называется, от темна и до темна работали и мужчины, и женщины. Вот так все там и жили. Вот так там все и живут по сей день. А о Великой Украинской Песне, Ничьяка Месячна, можно продолжить. Есть ещё что сказать… В этой Песне Парень ждёт Девушку у Ворот её Двора. Если Ворота называются Калитами, то о том, кто долго возле них находится, ходит туда-сюда в каких-то ожиданиях, говорят, что он возле Калит околачивается… Слово околачивается означает долго находиться рядом с Калитами Воротами. А если Ворота называть Воротами, то о том, кто возле них околачивается, говорят, что он возле Ворот вертится. Итак… Парень околачивается возле Ворот Девушки и зазывает её в Гай. На северорусский и городской язык начальные слова этой славной песни можно перевести так… Выйди любимая, работай утомлённая, хоть на минуточку… Не хочется говорить, что он зовёт её в кусты или в заросли. Поэтому скажу так… Он просто зазывает её выйти за околицу. Он зазывает её в тенёк какой-то растительности за околицей. Вот она, эта самая, растительность за околицей и есть Гай. Эта растительность в поле или со стороны поля, небольшая, как бы рощица, называется Гаем. Слово Гай есть сокращение слова Геруумай или Герымай. Но и эти слова, в свою очередь, сами есть сокращение исходной основы. Слово Гай есть сильное сокращение исходной основы. А другими правильными сокращениями этой основы являются слова Гимай, Игра и Гуляй. От слова Гимай происходит фамилия Гимаев, а от слова Гуляй происходит фамилия Гуляев и слово Гулять. Поэтому по всему можно сказать, что парень, зазывая девушку в Гай, зовёт её погулять, хочет с ней поговорить, поговорить наедине. Таким образом, слово Гай родственно русским словам Игра и Гулять, и нерусскому слову Гейм. Вот такая у нас есть замечательная песня. Наводит она на размышления. В ней много украинских южно-русских слов, которые у северян вышли безупотребления, но которые могут нам многое пояснить в нашем общем языке. Час у южан будет Гадына, а минута – Хвылына. Но Хвылын в Гадине столько же – 60. Всё в порядке. И у нас на рассказ о реке и окружающих её полях и рощах есть ещё Хвылын 15. Так что не будем терять времени. Пошли дальше. Рощица в Поле есть Гай. Это понятно. А если Поле заросло низкими кустами и всякой никчёмной травой, заросло всякой Всячиной, то такое Поле называется Запущенным Полем. По-другому Запущенное Поле, покрытое всей этой бесполезной Всячиной, называется Пуща. Никто его не пашет, никто в него не сеет, никто в нём давно ничего не выращивает. Слово Пуща одного извода со словом Пусто. Так же как Роща может зайти на территорию Поля или выдвинуться в Поле, так и само Поле тоже может зайти в Пойму Реки, может в неё спуститься. Тогда этот спустившийся в Пойму и подошедший близко к Воде Клин Поле называется Лук. Лук тоже не пашут и не засевают. Он близок к Воде, и есть большая опасность, что с него всё смоет. Но на нём всегда растёт хорошая, высокая трава, которую косят и собирают на корм скоту. Да и сами Животины могут на нём пастись. Лук на реке – самое хорошее пастбище, самое вкусное пастбище на свете. Слова Пастись, Пасти, Пастбище и Пастух происходят от слова Яства, в котором есть старое чтение слова Еда. То есть слово Еда раньше было словом Яда, А слово Ед раньше было словом Ясть. Из слова Пастбище есть слово Ястбище с приставкой По. Пастбище есть упрощение слова Пояздбище. Слова Пасти, Пастбище и Пастух есть слова одного извода со словами Спасения, Спас, Спаситель, Спасатель и Пасха. И в этом же изводе состоит слово Поле. И всё это, несмотря ни на какие другие языки. Но не будем сейчас совсем уж в сторону уходить-уводить, и поговорим немного о Соответствиях и о Ясне. Дорогие друзья, в прошлом нашем 28-м Уроке я уже рассказывал вам о Соответствиях Частей Человеческого Тела Природным Зонам. Соответствия эти таковы. Паясьне Тело, Поле, соответствуют Половым Органам. Роща соответствует Животу. Лес же соответствует Груди. Стало быть, различные хозяйственные постройки человека тоже следуют всем этим Соответствиям. Лес соответствует Груди. И получается, Лес с Грудью соответствует Дому. А Роща и соответствующий ей Двор соответствуют Животу. Животу соответствуют Животные и Живность. Животу соответствует Весь Двор и всё Живое в нём. Получается, Дом соответствует Лесу, а Двор – Роща. Да, наша Грудь есть наш Дом. Когда мы кого-то обнимаем и прижимаем к своей груди, мы тем самым заводим его или её в свой Дом. Ребёнок прижался к груди Мамы, и он дома. Вот так всё ладно и складно устроено в Природе. Теперь, для большей ясности, давайте пройдём все природные полосы в обратную сторону. … Лес соответствует груди. Роща соответствует животу и внутренним поверхностям рук. Поле, как я уже сказал, по телу соответствует половым органам. А река с поймой соответствует следам ног. Всё. Соответствиями по телу более-менее разобрались. Осталось разобраться теперь с самой Природой. В Природе Роща может клином вдаваться в Поле. Поле может вдаваться в Пойму. А пойма может вдаваться в воды реки, образовывая на ней косу. В свою очередь, воды реки тоже могут вдаваться в пойму, образовывая в ней тихую заводь, которая может называться и заводью, и заливом, и озером, и охотой. Мелкая заводь, мелкий залив на реке почти всегда зарастает тростником, рогозом и камышем, камышом железа. И такие заросли, по-русски, называются Железняками. Железняк есть заросли Камыша. Русские слова Железняк и Камыш происходят от чтения одной и той же основы, но в разную сторону. Однако слово Камыш сейчас считается словом нерусским. В науке принято, что слово Камыш есть слово каких-то тюркских народов. Пойма, заросшая Камышом, может вдаваться в Поле. И этот её узкий заход в Поле называется Балка. Как правило, Балка получается от впадающей в пойму реки небольшого ручейка или речки. И, наконец, Поле может вдаваться в Рощу. Такое Поле называется Лощина. … И всё. Чувствую, как я достал уже некоторых своими изводами. Изводы, изводы, изводы… Одних раздражает то, что он ничего нового так и не узнал. Других раздражает то, что сведений новых очень много. Они разнородные, не собраны по темам. Третьих раздражает подача. Одним одно не так, другим другое. Никак не можем мы всем вам угодить, дорогие друзья. Да, наверное, и не сможем никогда. Хоть и стараемся. Мы очень стараемся, чтобы наши уроки были лёгкими и интересными. А если вы устали, нужно просто всё остановить, отдохнуть и потом дальше… А я, тем временем, продолжу. Во всех природных полосах жизнь течёт, протекает более-менее спокойно. Ну, если не считать ливней, ретров, снегов, метелей и бурь. Но это всё не такая уж беда. Настоящая беда – это очень большой разлив реки. Река весной и осенью разливается и затопляет свою пойму. Но иногда, я недавно об этом говорил, она разливается так, что выливается из своих берегов. Особенно неспокоен весенний разлив. Здесь и ледоход, и таяние снегов, и дожди, и дожди, и дожди. В большие разливы вода с реки бросается на поля, и пучина бушует на них по нескольку дней. Однако бывает и так, что разлив становится очень и очень большим, вообще страшным. Тогда пучина накрывает не только поля, но и примыкающие к ним рощи. А это означает, что там, где живут люди, пучина накрывает и поля, и дворы хозяйства, а может быть и дома. Уйдёт вода со двора – всё разорит, разворотит, переломает, всё смоет, долго потом приходится восстанавливать хозяйство. Такой большой разлив реки – большая беда. И такой потоп сродни Большому Пожару. Но река приносила большие беды в сёла не только своими неспокойными водами. Она приносила беды и другие. В былые, стародавние времена ходили по рекам на своих ладьях разные разбойники. Ладьи у них были плоскодонными, с небольшой осадкой. На ладьи парус был, и на вёслах люди сидели. Ходили разбойники где под парусом, где на вёслах, а где и волоком приходило свои корабли перетаскивать. Разбойники раньше у всех были свои – на всех реках. Ходили они недалеко и грабили только соседей. А у северян, у новгородцев, были большие объединения людей, которые, плавая, ходя на особых судах, ушкуях, как помогали купцам, как помогали в обороне разным крепостям, так и грабили города и сёла. И чужие, и свои. Ходили они в дальние походы, и даже в очень дальние. История нам говорит, что они уходили, как будто даже далеко за Урал. Часто ушкуйники совершали свои походы и свои набеги на свой страх и риск. Набегут на село, разграбят всё, переломают и айда назад на реку. Поплыли дальше. … Слово ушкуй тоже есть сокращение. К прямому чтению основы этого слова имеет отношение слово шхуна, а от обратного чтения его основы происходит слово яхта. Значение слова ушкуй – раковина, морская раковина, а ушкуйка – это маленькая ракушка. И ещё ушкуями называли иногда небольшие заливы на реках со стороны высокого берега. К слову ушкуй имеют отношение фамилии нашего великого адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова и фамилии великого британского адмирала Горацио Нельсона. Последствия набега разбойников-грабителей на дворы селян очень похожи на последствия большого речного потопа. Либо разбойники побушевали, либо вода. Результат один. На южных степных землях и на южных реках, за похожесть последствий нашествия большой воды с реки и нашествия разбойников-грабителей на сёла, в истории было принято очень большие половодья называть разорительными нашествиями половцев. А очень большие паводки назвали нашествиями печенегов. В науке принято, что половцы и печенеги – это такие степняки, что так называются степные жители. Поэтому считается, что они не по рекам приплывали, а нападали на сёла со стороны степей. О слове половодья я уже говорил, скажу пару слов и о слове паводок. В слове паводок сократилось по правилам слово прямаводок. А слово прямаводок означает большая вода или главная вода, примерно где-то так, или первая вода. Слово печенег происходит от слова пуч или пучина и слова онега. О слове онега не сегодня, на сегодня, пожалуй, хватит. Пока вот у нас небольшое ура за наш язык. Нам нужно с ним ещё работать и работать… Делаем мы с вами, дорогие друзья, что должно делать. И потому ничего не боимся. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова